Тем, кто только что проснулся, мы говорим доброе утро. Вы смотрите программу «Наше утро» на ОТВ в студии Екатерина Назарова и Данила Саламатов. Мы сегодня говорим про ажурное вязание, но и не только. Потому что для того, чтобы вязать хорошо, мне кажется, нужны крепкие пальцы. А знаешь, для чего еще нужны крепкие пальцы? Для чего? Для водного пола. Мне кажется, это тоже очень важно. Мы сейчас узнаем. Челябинск только и успевает, чтобы принимать одно международное событие за другим. Не успел закончиться этап гран-при по фигурному катанию среди юниоров, как на подходе следующее спортивное событие. Мне кажется, мы прям города и страны, и всего мира собираем себе в копилку. Итак, значит... В конце сентября в Челябинске, в Златоусте, в том числе, пройдут уже традиционные соревнования. Кубок губернатора Челябинской области по водному полу. Вот там-то и пригодятся такие пальцы и руки. Подробности об этом сейчас мы узнаем у исполнительного директора Федерации водного пола Челябинской области Святослава Накарякова. Святослав, доброе утро. Доброе утро. Прошу прощения, Накаряков, да, правильно у нас фамилия? Да, но ничего страшного. Ну, мы с утра работаем, нам энгились. Вы простите. Вы нам лучше расскажите, какие страны будут принимать участие в соревнованиях по водному полу. Ну, я расскажу про всех участников, потому что у нас и клубные, и страны участвуют. Давайте. Да, то есть у нас традиционно, конечно, домашняя команда Динамо Уралочка участвует, клубная команда Югра, город Хантамансийск, сборная Россия молодежная, команда Казахстана, команда Хорватии и команда ЮАР. Ну, это уже хороший состав такой. То есть, получается, отдельно наша команда и отдельно еще и сборная России будет участвовать. Да, да, сборная Россия отдельно. Мы знаем то, что кубок будет проходить на два города. Как это будет осуществляться? Разделяться по странам отдельно или как? Вы знаете, у нас в прошлых годах проходили все игры параллельно. То есть, ну, две группы, получается, и раздельная команда. Ну, в этом году мы проводим основную часть в городе Златоусте. Это с 25 по 28 число. А 29 уже перемещается финал в Челябинске. А, ну, то есть основное действие, главное действие финал будет состоится в Челябинске. Да, бассейн строительный. Ну, это интересно. Расскажите вообще, как готовитесь к соревнованиям, как готовится к соревнованиям. Наша Уралочка как готовится. Динамо Уралочка, правильно говорите. Вы знаете, Динамо Уралочка, у девчонок на самом деле плотный график. То есть, буквально вот 10 человек в начале месяца вернулись с перенства Европы, завоевали серебро. И в середине месяца, уже сентября, 5 человек вернулись с перенства мира с золотом. Поэтому вот девчонки на самом деле, буквально вчера они вернулись. И на самом деле девчонки соберутся вот уже полным составом, начнутся тренировки полным составом только вот буквально с завтрашнего дня, наверное. И этот турнир как раз и послужит, в принципе, подготовкой для чемпионата России. Мне кажется, теперь понятно, почему отдельно участвуют «Уралочка» и отдельно сборная России. Да, потому что девочки просто не успевают восстановиться, мне кажется. А мне кажется, потому что настолько сильный коллектив. Вы можете тогда пригласить наших зрителей на матчи, чтобы они уже четко знали, когда, где можно посетить и куда сходить? Вот можно прямо на вот эту камеру. Да, конечно, с удовольствием. Приходите, пожалуйста, на игры в городе Златоусте. Игры начинаются с 25 сентября по 28. Могу даже сказать, первая игра у нас с 25 числа, по-моему, в 5 часов. Потом в 18.30 церемония открытия такая театрализованная будет. Также будет театрализованное награждение и финальные игры в бассейне «Строитель» в Челябинске с 2 часов. 29. Да, спасибо большое. Приглашение получили наши зрители. Тогда еще небольшой от вас рассказ. Вот Кубок уже проходит в третий раз, да? В третий раз. Расскажите, пожалуйста, что поменялось? Может быть, что-то какие-то уже приобретенные, интересные? Вы сказали про театральное награждение, например. Это было раньше или это нововведение? Ну, знаете, да, может быть, по всем, так сказать, мероприятиям нашей области, Челябинска, ну, всегда все-таки относятся так вот скрупулезно к награждению и к открытию. То есть всегда как-то вот интересно проводим. Поэтому спасибо правительству Челябинской области и губернатору, конечно же. Ну, Святослав все-таки оставил главную интригу, чтобы зритель сам пришел и посмотрел. Конечно, конечно. Не могу я все рассказывать. Святослав, спасибо вам большое за то, что поделились с нами этой информацией. Мы будем гордиться нашим коллективом. Я думаю, что у него и так уже у девчонок много наград. И Куба губернатора будет тоже в их руках. Напоминаем, что у нас в гостях был Святослав Накаряков, исполнитель Накаряков. Накаряков, да почему-то хочется именно так сказать. Еще раз. Давай, Святослав Накаряков. Да, исполнительный директор Федерации водного пола Челябинской области. Далее у нас рубрика «Прогулки по городу». Ее ведущий Дмитрий Лазарев на этот раз узнал об особняке Рябинина, где находится этот дом и какую историю он в себе таит. Узнаем прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова